МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите пятый выпуск второго сезона презентации и посоветуется украинского независимого блога. Тема презентации 9 ошибок в поведении, мешающих построить карьеру. Поехали! Иногда при обвижении по карьерной лестнице нам мешает не адекватность и необъективность руководства, а наши собственные ошибки, которые мы допускаем изо дня в день. Мы не осознаем, что разговаривая при коллегах по телефону можно сболтнуть лишнего, а зарыдок при всех закрепить в отношении себя статус слабохарактерной неудачницы. Офис. Это своего рода джунгли, в которых нужно уметь выживать по тем законам, которые он ставит. Крокодиловые слезы. Хлот и женщины – штука странная. Каждый человек на них реагирует по-разному. Политра этих чувств настолько разнообразна, что одни могут влюбиться в вас, когда вы рыдаете, а другие прилили крокодиловых слез раздражаются и теряют малейшие тверстения. Рассчитывать на то, что ваши коллеги и в особенности начальник поведут себя первым образом, особо не стоит. Конечно же, бывают такие ситуации, когда сдержать соленые капли, трудящиеся в глаз, просто невозможно. Особенно если дело касается несправедливости, случившейся с вами в офисе проблем с любимым человеком, который неожиданно в середине рабочего дня дорожил вас своими прецензиями. Расплакались? Ну что ж, сдачу спокойнее и отколепней стой. Лучше порыдайте в дамской комнате, затем поправьте расплычуюся косметику, не вернувшись на рабочее место. Извинитесь. Безусловно, не нужно из слез рыбаться на обращение и вновь коллеги, даже если виноваты, остаются коллегами, а не друзьями. Чужая работа. Когда мы устраиваемся на работу, наши обязательства перед работодателем четко продовариваются и прописываются. Зная это, можно грамотно распределить ответственность за те или иные вещи между каждым сотрудником. Конечно же, со временем на работе у нас появляются друзья или просто хорошие знакомые, которые иногда просят помочь в определенном вопросе. Подстраховка коллеги – прекрасный пример вашей квалифицированности и руководства. Только не забывайте, что постоянно подхватывая чужие мелкие задания, вы можете начать не полноценно выполнять свои, попросту не успевать. Так что не спешите тянуть руку и помогать всем желающим. Беритесь только за те задания, о успешном окончании которых вас обязательно оценят. Безусловно, они могут быть сложными, очень серьезными, но и вратой свеч. Иначе вам сядут на шею, свесят ножки и начнут хогонить. А вам это надо? Ожидание. Ждать какой-либо положительной реакции от работодателя, другое дело. Это касается и похвалы, и повышения, и увеличения заработной платы. Не ждите пока вас обезет, а проявляйте инициативу. Кстати, можно и в ненавязчивой форме подчеркивать свои достижения. Так что без стеснения привлекайте внимание, умеете общаться и с достоинством принимать комплименты от коллег, ни в коем случае не оплетивайтесь и не отрезайте своего таланта и трудолюбия. О женской красоте. Никогда не прихорошивайтесь при своих коллегах. Во-первых, потому что мужчинам не обязательно знать, что вам всего лишь на месяц хватает пудры, дроби у вас нарисованные, а лубы на самом деле голубеют при малейшем мгновении прохладного ветра. Мужчины, в принципе, любят осознавать, что красивые женщины не нуждаются в том косметике, а наблюдение за коллегой, которая наводит Марат, может пошатнуть их мировоззрение. Да и чисто по-человечески это неприлично, а вдруг среди мужчин вокруг потесался ваш тайный воздыхатель? Между нами, девочками. В каждой организации есть свои сплетники. И как ни старайся, от этого не уйди. Для того, чтобы для вас ходило меньше слухов, надо, естественно, давать меньше поводов. Например, ваша личная жизнь и отношения с начальством. Чужая личная жизнь всегда интересна. Старайтесь как можно меньше при коллегах заяснять отношения по телефону, объяснять другу-подруге-правителям ваших взглядов на жизнь, особенно если они провокационны. Конечно же, скрывать то, что у вас есть муж, финих или просто молодой человек не стоит. Это даст жизнь не только разговором и размышлением на тему, почему вы скрываете что-либо, но и явно не будет приятно вашей второй половинке. Отношения с боссом Романы на работе Или запретный плод сладок Красивый, одинокий босс Еще не повод для интриги. Крайне редко встречаются случаи, когда такие отношения заканчиваются с восьбами, там разбитыми сердцами, увольнениями или сломанными карьерами. Всем не понравится. Это так. Хорошим для всех в жизни не будешь. И на работе действуют те же законы. Ваша политика всегда кому-то будет не нравиться. С этим надо смириться и идти дальше. Каждый преследует свои цели в нашем бюрократичном мире. А потому нужно научиться самостоятельно принимать решения, не спрашивать совета и не заручаться поддержкой. Каждый из нас в ответе только за свою работу и должен делать ее на отлично. Пять копеек. Не стремитесь вставить свои пять копеек на каждый вопрос. Мы не всегда знаем ответ и уж тем более не всегда умно можем его сформулировать. Не стремитесь принять участие везде. Но иногда вставленные три слова могут вас представить как рассудительного и мудрого человека. В этом случае говорите четко, не слишком быстро, без лишней информации и ненужных подробностей. Собрание. Когда руководство назначает собрание, совещание или тучку, на которой вы обязательно должны присутствовать, ни в коем случае не игнорируйте мероприятие. Вполне возможно, что собирают его ради вас, например, для обсуждения тех дел, что вы ведете, или на нем попросту будут обзоволены значительные для организации вещи. Ведите себя активно и, если необходимо, подписывайте. Повестят на собрании и могут сказать массу интересных и полезных вещей. Ни в коем случае не певайте, не разговаривайте о вещах, не касающихся дела, и отключайте телефон. Напоследок хотим добавить, держите в порядке свое рабочее место, старайтесь меньше опаздывать и интересуйтесь работой. А если зрели спорт, всегда имейте объективные доказательства своей работы, ведь это также является составляющим успеха. Данные взяты из сайта original.com 9 ошибок в поведении и мешающих по устрою 9 ошибок в поведении, мешающих построить карьеру. Спасибо за просмотр. Есть вопросы? Звоните плюс 38 097 928 523 или заходите на сайт UiB Эдпуэ До встречи в следующей презентации. Субтитры сделал DimaTorzok